Полиция избившего девушку в Москве сдали его же боевые товарищи. Напоминаю, что глава правозащитной организации АГОРа Павел Чиков объявил изнаграждение целых 100 тыр за голову этого морального урода. Деньги для сотрудников полиции оказались важнее дружбы и чести мундир, и потому выродка того продали с потрохами. Причем уже на следующий день после того, как было объявлено о розыске. Всем доблестным стражам порядка, бесстрашным и отважным героем России оказался сотрудник 5-го батальона 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве Сергей Цыплаков. Вот он какой красавец. И вот еще. А вот его страничка в социальной сети. Успел зашифроваться, прежде чем стал телезвездой. Посмотрите, и фотографии поудалял. Ни сообщений ему не написать, ни на стене ничего не прокомментировать. Эта программа что произошло? Больше треша, больше ада. И мы начинаем. В отделах полиции Москвы из-за попавшего на видео преступления уже прошли две проверки. А тем временем избитую девушку, а это Дарья Сосновская, так зовут пострадавшую, так вот ее выпустили из отдела с повесткой в суд по части 5 статьи 20.2 КОАП. Ей грозят обязательные работы. После этого пострадавшая от правоохранителей попала в больницу. Там ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и сотрясение головного мозга. Она уже написала заявление в Следственный комитет. Но что толку? Тем более МВД уже официально заявила, что идентифицировать по видео сотрудника невозможно. Тем временем ОМОНовцы, разгонявшие акции протеста, готовят иск в Конституционный суд. Им не дают обещанное жилье. Об этом сообщает The Insider. Сотрудник ОМОНа из Петербурга на правах анонимности рассказал изданию, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми. Еще несколько лет назад он встал в очередь на выплату для приобретения жилья. А потом без объяснения причин вдруг резко сместился вниз на 600 человек. Конечно, мы вынуждены пресекать несанкционированные акции. Но сам я стараюсь этого не делать. Разными способами избегаю. И уж точно никого не бью. Да и вообще, я не уверен, что если дело дойдет прямо до жесткого противостояния народа с властью, большинство из нас выступит на стороне верхов. Видишь, как заговорил? Интересно мне, а кто ж вынудил-то его вообще? Ну не смог получить чувак нормальное образование, вот и пошел разгонять несанкционированные митинги. Уж лучше бы ассенизатором, наверное, устроился. Как раз для этого ума нужна ровным счетом не больше и не меньше. Так ведь и пользу обществу принес бы. А ранее портал Крикнюс сообщал, что московских полицейских, которые разгоняли митинги в поддержку независимых кандидатов, лишили премии. Оказывается, их вызвали на работу, если, конечно, это работает, назвать можно, в выходной день. Их не протабилировали, не оформили соответствующие приказы. В общем, после разгона сказали всем спасибо, все свободны. Сейчас они тоже активно жалуются во все инстанции. Кстати, росгвардейцы тоже ранее записали обращение к Путину. А тем временем, внук сотрудника главы Росгвардии Виктора Золотова Артем Чичихин учится в Лондоне и снимается в клипах популярных рэперов, а также через чаты с запрещенным в России телеграмме завлекает клиентов в криптовалютные пирамиды. Юный Мажор является партнером компании Airbit Club. Это как сетевуха Арифлейм, но только с криптовалютами. А на днях в Екатеринбурге задержали коллег Чичихина по пирамиде. Среди оных есть родственники функционеров областной полиции. Речь идет о мошенничестве на десятки миллионов долларов. Совсем скоро они все отправятся в длительный отпуск. Места не столь отдаленные, даже папике-мамике не помогли. А вот Артемку не тронут еще бы при таком-то дедушке. Кстати, проект «Сканер» уже установил личность еще одного выродка в погонах. Это замначальника полиции Петербурга Виктора Борисенко. В июле Онова в северную столицу прислали из Москвы. 10 августа он руководил задержаниями мирных граждан на гостинке. А потом написал заявление на девушку, которая резонно сообщила ему, что у него нет совести. Смельчак, херой, патриот настоящий, так держать. А тем временем комиссия нашего дорогого Совета Федерации распространила заявление, что это зарубежные силы с помощью Ютуба манипулировали митингующими в Москве. Заявление это распространяет не абы кто, а аж целый таз. Ну чья б корова мычала? Совет Федерации – это такая контора, где за последние 10 лет осуждены 12 членов, и еще 4 находятся в розыске. Их мнение, конечно, очень важно для граждан России. Но что бы мы делали без вас, уважаемые сенаторы? В Кремле же, в свою очередь, считают протесты в Москве проявлением политического кризиса. Это заявил Песков. По его словам, Путин не обращает внимания на акции в Москве. Ежедневно в стране происходит много событий, по каждому нет необходимости высказываться. А и действительно, зачем высказываться-то по протесту в Москве? Зачем ехать в горячую Сибирь, в затопленную Иркутскую область? Он культурно проводит время в Крыму, где катается на мотоцикле. А в Подмосковье реальных защитников Родины, не каких-то там гвардейцев национальных, а целых ветеранов афганской войны, насильно выселяют из их домов. Дело в том, что из-за строительства центральной кольцевой автодороги жители подмосковного Далматова лишаются жилья. Предложенные суммы компенсации в два раза ниже рыночных. Люди пытались судиться, но все тщетно. Как выселяют, смотрите сами. Например, в дом Курдюковых приехали приставы, вынесли дверь, выкинули вещи на улицу. Люди уже несколько дней живут на улице. А еще к трем семьям ветеранов приедут в самое ближайшее время. Но они, как ни странно, все еще верят в справедливость и помощь властей. Григорий, скорую вызовите и милицию тоже. Как ты к родине и ее защитникам относишься, так она тебе и отвечает. Знаковое для нашего времени событие произошло вблизи Нижнего Новгорода. Здесь сгорел теплоход «Святая Русь», что до недавнего времени назывался «Родина». А в Якутии произошло интересное атмосферное явление. Здесь, в Верхоянском районе, пропало солнце. В администрации района предположили, что небесное светило не было видно из-за дыма от лесных пожаров. Синоптики сейчас пристально изучают сие диковинные явления. А вот жители Каменьки, что в Красноярском крае, которые пострадали от двух взрывов на военных складах, предложили губернатору Александру Усу пожить с ними бок о бок. Хотя бы недельку. Слуга народа, естественно, тактично отказался от такого счастья. Вы готовы там остаться на неделю? Давайте неделю поживете с нами. Так, давайте конкретный вопрос. Если конкретный вопрос, давайте проверим. Ну, как-никак в своем доме все же лучше и безопаснее. Тем более, что даже при последнем взрыве на прошлой неделе здесь в Каменке пострадали как минимум 33 человека. И существует реальная угроза нового взрыва. Но губернатор, видимо, ослеп. Он ее не видит. А ведь она есть. Еще одна любопытная новость. Президент Сбербанка Герман Греф попросил в правительстве еще больше бюджетных денег, чтобы его личный антипинский МПЗ смог бы в очередной раз заплатить по кредиту его же Сбербанку. На сей раз ему отказали, как ни странно. Видимо, аппетиты Грефа теперь кажутся заоблачными даже для его дружков, членов правительства Медведева. Кстати, речь идет ни много ни мало о 24 лярдах наших общих народных. А его грефовский заместитель тем временем очень содержательный и обстоятельный ответил на вопрос молодого общественника. Чересчур высоких аппетитов в банкирах, выраженных в драконских ставках по кредитам. Меня зовут Султан. Я представляю команду 50. Я бы хотел спросить, вот сейчас очень актуально развитие малого бизнеса и все остальное вообще в общем в целом развитии. Почему у Сбербанка процентная ставка по России 12,9, а когда тот же Сбербанк его выдает в Чехии за 6,9? Друзья мои, я сейчас к помощнице Кате обращаюсь. Дело в том, что я привез два диска с собой. Я вот думаю, этот парень заслужил точно диск за самый острый вопрос. Друзья мои, спасибо огромное за общение и... Это вам урок коммуникации. Спасибо огромное за общение. Чтобы не быть голословным, я все-таки предпочел бы оставшиеся 30 секунд потратить на то, чтобы вы услышали музыку, которую я пишу. Засим разрешите откланяться. Смотрите программу «Что произошло по понедельникам» и не только на канале Крик ТВ. По субботам на Ютубе на канале «Реальная журналистика». Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите на соцсетях. Добавляйтесь, друзья. Сообщайте новости, друзья. Увидимся через неделю. Продолжение следует...